Привет, слуга! Я сначала, наверное, отвечу вам на ваш вопрос, а потом уже дам свои комментарии к нему, к вашему вопросу. Вопрос ваш звучит так, что вы не знаете, как себя вести с мужчиной, который намного старше вас. Здесь, конечно, у меня возникает к вам вопрос сразу. Вы почему не знаете, как себя вести с ним? Вы же, наверное, не первый раз выстраиваете отношения, вы же, наверное, не первый раз взаимодействуете с мужчинами, и, наверное, у вас были мужчины другие. То есть, откуда у вас вот эта вот растерянность? Это первое. Второе. Если есть растерянность, то, скорее всего, есть и непринятие себя, то есть вы стесняетесь. Так же, помимо этого, есть еще и, скорее всего, есть еще у вас такое чувство, возможно, что для вас очень значит. То есть, вы чувствуете, что он для вас очень-очень сильно значимый. И вот, собственно, вопрос у меня такой. Почему он для вас так сильно значимый? С чем связана его такая значимость для вас? Понимаете ли вы, что у вас есть, по сути, сверхмотивация, гипермотивация быть с ним? Понимаете ли вы это? И, соответственно, если да, то с чем связана эта вот мотивация у вас? Далее. Разобрав некоторые ваши субъективные моменты, далее мне бы хотелось сказать следующее. Значит, смотрите. Вы не знаете, как себя вести. Ну, во-первых, вы погладили его по спине, он точно проявил к вам определенное внимание. Вот, сказал спасибо, скорее всего, за поддержку. И здесь вам нужно исключить, в первую очередь, то, что он не относится к вам, например, как к другу, как к подруге. Дабы у вас не было, допустим, радужирование, скажем. Вот. Для этого нужно действовать довольно-таки осторожно, но целеустремленно. Как именно? Ну, во-первых, на мой взгляд, на мой взгляд, вам следует сделать следующее. Значит, еще раз проявите к нему такой вот знак внимания. Еще раз. Ну, может быть, даже не один раз, может быть, два раза, три, четыре. Вообще, чем больше, тем лучше. А после этого обязательно пригласите его куда-нибудь. То есть, вот, попробуйте разговориться с ним, попробуйте затронуть какую-нибудь общую тему, ну, например, вот, допустим, там, ту же тему работы вашей врачебной, да? Вот. Чтобы дать ему понять, что вы к нему проявляете определенную симпатику. Это нормально. Все вот честно. Это кстати говоря. А вот далее, когда вы встретитесь и поговорите с ним уже тет-а-тет, во-первых, вы сделаете что? Вы разрушите образ свой, который есть у вас по отношению к нему. Вы человека, вероятно, перестанете идеализировать, что тоже очень важно. И вы увидите с его стороны либо к вам симпатию, проявление симпатии и, соответственно, возможность развития дальнейших отношений. Либо вы поймете, например, что он там, допустим, свободен от отражания, простите, или что у него есть там уже женщина и так далее. Вот. То есть, это вот момент, на мой взгляд, такой. Вот. Это важный момент. Очень важный. Значит, вот в принципе то, что я могу сказать именно вам. Именно в контексте ответа на ваш вопрос. Далее. По поводу того, что вам понравился мужчина намного старше вас. Вот это вот есть с точки зрения психологии всегда определенная трудность. Ну, то есть, как трудность. Даже не трудность как таковая, а именно с точки зрения психологии здесь есть определенная закономерность. То есть, чем-то обусловлено то, что вам понравился мужчина намного старше вас, да еще к тому же так, что вы сами признаете, что вот как будто прям помутнение какое-то. Да? Вот. А помутнение, оно, это не нормально. Помутнение это не нормально, это не норма. И можно говорить о том же, что этот мужчина для вас служит определенным средством, определенным источником ваших потребностей, которые вы хотите удовлетворить. Который вы пытаетесь удовлетворить именно за счет вот него. И я полагаю, что это нужно осознавать вам. Нужно отдавать себе отсчет в этом, дабы скорректировать свое поведение правильно. Насколько этот мужчина является в ваших глазах именно мужчиной, а не кем-то другим. Не продиктовано ли ваше восхищение им, скажем, вашими определенными потребностями, вашим опытом, ну и прочее, прочее, прочее. Вот. Это тоже нужно обязательно учитывать при выработке стратегии поведения к нему. То есть одно дело, если у вас все в порядке, и вы просто выбрали себе мужчину старше вас. И другое дело, если при психологическом анализе у вас выяснится, например, какие-то проблемы в детстве, или проблемы с отцом, или вот что-то еще. И тогда получается, что мужчина просто вам нужен для отыгрыша определенной роль, которую вы, вероятно, неосознанно ему уготовили в своей жизни. Это не сделает ваши отношения более равными, более счастливыми, и, соответственно, не сделает вас более счастливыми также. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку, буду растонуть, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!